Людям всегда будет любопытно, есть ли у нас галактические соседи, и, если да, друзья, они нам или враги. Может быть, ответы в звёздах или в секретных правительственных файлах. Но пока правда не раскрыта, у Netflix есть приличный список фильмов о пришельцах, и мы собрали самые крутые в этом ролике. Впереди незначительные спойлеры. У вас был когда-нибудь ночной кошмар, который сбылся? Если это так, то вам может показаться знакомой предпосылка фильма о закат цивилизации. Именно это и происходит с главным героем Питером, у которого начинаются плохие сны о вторжении на Землю, которая угрожает безопасности его семьи и всего, что ему дорого. Вот только он не знает, что эти тревожные кошмары на самом деле оказались предзнаменованиями. Когда он посещает психиатра, чтобы добраться до корня этих снов, он встречает другого пациента, который страдает от тех же ночных кошмаров, и начинает задаваться вопросом, не происходит ли чего-то большего. – Что, если что-то плохое придет, и это как сигнал. К сожалению, подозрения Питера оказываются верными. Однажды ночью внезапно на город обрушиваются космические корабли. Питеру и его жене удается выхватить оружие у одного из солдат Вторжения, и Питер использует знания из своих видений, чтобы защитить свою семью, но его понимание того, что на самом деле происходит, не может завести их дальше. Питер вскоре обнаружит, что он получил эти видения по определенной причине, и когда он узнает, по какой, это перевернет его жизнь с ног на голову. Поездка с друзьями в Сигнале проходит совсем не так, как хотелось бы. Три студента Массачусетского технологического института, Джона, Ник и Хейли едут по всей территории Соединенных Штатов. Хейли переезжают в Калифорнию, и ребята едут к ней, чтобы помочь с переездом. Ник беспокоится, что новая жизнь Хейли усложнит их отношения. Однако все эти проблемы вскоре отойдут на второй план после того, как они столкнутся с гораздо более страшной угрозой. Когда трое друзей поселились в своем гостиничном номере на ночь, они обнаружили, что хакер по имени Намат отслеживал их местоположение. Это уже не первая их встреча с хакером – из-за него их чуть не отчислили из MIT, когда они получали доступ к частным серверам школы. Ник и Джона решают отследить Намата в ответ, и его местоположение привело их к заброшенному дому, где он предположительно скрывается. Когда они прибывают, они не находят ничего, но когда Хейли внезапно улетает вверх, становится очевидным, что группа наткнулась на то, чего они никогда не могли себе представить. Теперь Ник должен разобраться в их странном новом окружении и спасти любимую женщину. В восстании американский солдат спецназа просыпается в тюремной камере, не имея четкого представления о том, кто он на самом деле. После того, как он потерпел поражение в битве против вторгающихся в наш мир роботизированных машин, у него появилась амнезия. Другой заключенный, Надя, дает ему прозвище Бо и пытается помочь ему заполнить пробелы. Она – бывший врач скорой из Франции, и объясняет, что они оба были захвачены преступной группировкой и с тех пор содержатся в плену. Надя также сообщает ему о потусторонних злоумышленниках. – Ты не помнишь инвазию? – Кто убежал? – Не кто. Что? И пускай Бо мало помнит о своей встрече с этими футуристическими машинами, он обнаруживает, что после инцидента у него появилась сверхспособность – он может поглощать и разряжать электричество. Надя и Бо сбегают вместе и решают испытать свои шансы во внешнем мире. Их план состоит в том, чтобы добраться до бывшей военной базы Бо в Найроби, где он служил до плена. Но машины уже уничтожили все крупные города на планете и их путешествие на базу будет более опасным, чем любая человеческая война, в которой они когда-либо участвовали. В продолжении Skyline 2010 года, которая рассказывала о выживших после вторжения инопланетян в Лос-Анджелесе, Skyline 2 повествует о том, что происходило в то же время, но в другом месте. В этом фильме детектив полиции Лос-Анджелеса Марк помогает своему сыну Тренту выйти из тюрьмы, когда начинается вторжение. Марк и Трент отчуждены, но Марк не мог оставить своего сына позади. В то время, пока большинство жителей Лос-Анджелеса улетают в огромных лучах света на различные космические корабли, Марк ведет группу бездомных выживших через туннели метро к пристани для яхт в надежде сбежать в безопасное место. Но, конечно же, их план не работает, как они надеялись. Когда они наконец добираются до пристани, их захватывает флагман инопланетян, и вот тогда и начинается настоящее приключение. Что на самом деле происходит внутри этих кораблей и чего эти существа хотят от людей? Марк скоро обнаружит некоторые весьма тревожные ответы. Если вы смотрите фильм про инопланетян и видите, что на небе появляются яркие огни, это обычно означает, что кого-то скоро похитят. Фильм Сверхъестественное использует другой подход. Когда Алекс уходит с вечеринки у костра с парнем, который ей интересен, они идут по лесу к ближайшему озеру, чтобы провести некоторое время в одиночестве. В следующий миг она понимает, что над ней появляются яркие огни, а она беспомощно плавает в воде. Когда она приходит в себя, она идет по проселочной дороге, не зная, что с ней случилось. Алекс не была похищена, но что-то в ней изменилось, и она скоро поймет, что она приобрела способность двигать объекты своим умом. Взяв попутку до города, она звонит своему другу Шону, который также оказывается влюблен в нее. Алекс экспериментирует со своими способностями, и Шон остается рядом с ней, даже когда власти начинают выслеживать ее. Есть некоторые сходства с очень странными делами, которые тоже выходят на Netflix, и если вам нравится этот сериал, попробуйте фильм Сверхъестественное. Учитывая такое количество телефонов с камерами, которые в наши дни составляют большую часть нашей жизни, что произойдет, если инопланетяне нападут на Землю? Скорее всего, вторжение будет заснято практически каждым. Это основная концепция, исследованная в темном рассвете, которая является продолжением фильма Хангерфорд 2014 года. Когда Хлоя дают видеокамеру в ее 16-летие, ее первые видео, показывающие семью, забавны и беззаботны. Во всяком случае, пока мир не рухнет, когда в Европе начнется вторжение инопланетян. Все становится еще более запутанным и ужасным, когда Хлоя понимает, что инопланетяне захватывают тела людей. Через все, что она записывает на камеру, она документирует свой опыт и ведет видеожурнал для своей пропавшей матери. – Я вам покажу, как сильная твоя дочь может быть. Когда вокруг нее начинается полный хаос и насилие, главной целью Хлои становится защитить свою сестру и, если возможно, найти место, где они, наконец, смогут быть в безопасности. В фильме «Побудь в моей шкуре» Скарлетт Йоханссон играет главную роль прекрасной и пугающей инопланетной формы жизни. На самом деле она так хорошо носит свою человеческую маскировку, что мужчины не могут не соблазниться ею. Она путешествует по Шотландии, цепляя одного человека за другим. Но она не ищет любви. Когда она ведет парней в заброшенный дом, становится ясно, что она своего рода хищник – для нее мужчины – ничто иное, как жертва, и, что еще страшнее, она работает не одна. «Побудь в моей шкуре» – безусловно совершенно необычный фильм про пришельцев, но он максимально блестящий. Обычно такое крутят артхаус кинотеатры, и найдутся моменты, которые вызовут у вас мурашки. Кинематография одновременно и великолепна, и тревожна, а игра Йоханссон – жуткая и увлекательная. Фильм исследует вопрос о том, что на самом деле значит быть человеком, и именно это выделяет его среди жанра. Почему НАСА на самом деле отменила полет Аполлона-18 на Луну? Фильм Аполлон-18 в стиле найденной записи предлагает альтернативную теорию – возможно, миссия вовсе не была отменена. Возможно, астронавты действительно отправились на Луну с совершенно секретной миссией, которая была скрыта от публики, и это – потерянные кадры злополучного путешествия. Действие происходит в декабре 1973 года, и команда Аполлона-18 только что узнала, что на самом деле они будут работать над секретным проектом для Министерства обороны. Их путешествие на Луну будет замаскировано под запуск спутника, и публика никогда не узнает, что они покинули атмосферу Земли. Но когда команда, наконец, приземляется на Луну, они начинают слышать странные звуки за пределами своего модуля. Они натыкаются на тело давно потерянного советского космонавта, после чего начинают хотеть отправиться домой, потому что на самом деле Луна может быть не такой безжизненной, как все считали, и эти астронавты могут пробыть на ней гораздо дольше, чем рассчитывали. В австралийском научно-фантастическом фильме оккупация, маленький городок в глубинке подвергается нападению неизвестных инопланетных сил. Группа гражданских ставит своей задачей объединиться и избежать захвата. Мэтт и его подруга Оливия усердно работают на своих рабочих местах и получают ровно столько, сколько им нужно для жизни в сельской общине. Основным моментом недели Мэтта всегда является игра в футбол по выходным, где он сталкивается с местным соперником Джексоном. Но неожиданно их обычная игра прерывается вторжением инопланетян, и группа бежит в лес, забирая с собой как можно больше своих соседей. Как только они попадают в безопасное убежище, испуганный и растерянный коллектив должен научиться жить и работать вместе. В дополнение к Мэтту и Амелии в группу входят беременная медсестра, бывший заключенный и фермер, который знает Землю как свои пять пальцев. Обнаружив возможную слабость захватчиков, они начинают тренироваться, чтобы дать отпор. – Какой план? – Возьмите дезинфицирование, выстрелите людей и спасите планету. Это план. Однако возникает совершенно другой вопрос – сможет ли эта разношерстная команда адаптироваться, выжить и победить высокоразвитого и неостановимого врага? Монстра, вероятно, один из самых известных фильмов о вторжении инопланетян. В этом фильме 2008 года Хатт помогает устроить неожиданную вечеринку для своего друга Робба. Он вручил другу камеру, чтобы он мог снимать всех, кто хочет пожелать что-то Робу, который переезжает из Нью-Йорка в Японию. Во время вечеринки Роб расстраивается, когда его бывшая девушка Бетт появляется с другим парнем, поэтому он выходит на пожарную лестницу, чтобы подышать воздухом. Пока брат Робба и Хатт пытаются подбодрить его, здание сотрясается от землетрясения. – Возьмите мир и подпишитесь к тем, кто больше любит. – О, Господи! О, Господи! О, Господи! Что такое? Тусовщики выходят на улицу, чтобы понять, что произошло, и Хатт запечатлевает последующую катастрофу на камеру. Отрезанная голова Статуи Свободы катится по улице, и город охвачен паникой. Вскоре все обнаруживают, что огромный монстр находится в городе и уничтожает всё на своем пути. Кроме того, более мелкие, паразитические существа выпрыгивают из тела монстра и атакуют всё в пределах досягаемости. Вскоре Роб, Хатт и их друзья отправляются на миссию, чтобы спасти Бетт и сбежать из Нью-Йорка, однако у гигантского монстра другие планы. Определенно кажется, что большинство фильмов про пришельцев предсказывают трагические события, если Землю когда-нибудь посетят инопланетяне. Но это не значит, что такой фильм не может быть смешным. В научно-фантастической комедии Эволюция группа ученых исследует микроскопическую инопланетную жизнь, которая пришла на Землю с метеоритом. Неподготовленным глазам находка может показаться непримечательной, но, оказывается, на ней есть простые организмы. Как вскоре обнаруживают профессора колледжа, эти организмы размножаются так быстро, что за одну ночь начинают эволюционировать в более продвинутые формы жизни. Когда правительство узнает, что происходит, армия перестает пускать их на место крушения. Другие ученые крадут все их исследования и образцы, заставляя главных героев взять дело в свои руки. Когда им, наконец, удается проникнуть внутрь, они обнаруживают, что лаборатория переполнена новыми формами жизни. И когда инопланетяне пробираются во внешний мир, ученые решают найти существ, пока не стало слишком поздно. Конечно, поскольку это комедия, у главных персонажей и их новоиспеченных партнеров впереди много неожиданных и увлекательных приключений, поскольку они делают все возможное, чтобы спасти мир. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про фильмы, доступные на Netflix, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!